Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно массовое, не абсолютно любую вязание машины, с нуля. Жилетка с капюшоном, и сегодня у нас с вами, собственно, сам капюшон, мы его сейчас с вами свяжем. Итак, как выглядит наш капюшон? Это вот такой вот прямоугольник, 70 сантиметров, это основание, 30 сантиметров его высота, прямоугольник. У меня это 180 петель, 110 рядов. Поскольку саму жилетку мы с вами вязали резинку полосами, я думаю, что будет логично ввести такие же полосы в вязание капюшона. То есть я начинаю, видите, у меня серенькая ниточка. Полосы я выполняла по 4 ряда, значит здесь я провязываю 8 рядов и делаю подгиб. Самый простой подгиб, это первый ряд, который будет у меня оформляться, 4 ряда пойдут в расчет полотна, и так же, как мы вязали полосы, 8 рядов бордовые, 4 ряда серые, 8 рядов бордовые, 4 ряда серые. Таким образом я провяжу где-то до половины, потому что задняя часть, она, у меня она будет просто бордовая, единым цветом связанная. Начинаем с подгиба, заканчиваем бросовой нитью. Плотность стоит, все стоит. Как определить 70 см? Ширина капюшона желательно такая, чтобы мы проходили в 200 игл в машину, то есть максимально это 200 игл, минимально как хотите. Как считается? Надо, вот у нас голова, вот плечи, считайте так длину капюшона, чтобы от основания шеи через голову у вас свободно ваш капюшон проходил. Вот эти 70 см, потому что если вы будете натягивать, вбивать голову в капюшон, то будет нехорошо. Если он будет болтаться так, что здесь будут огромные припуски, тоже нехорошо, у нас жилетка достаточно скромная для такого огромного капюшона. Итак, свободненько от основания шеи до основания шеи через голову. И задняя часть тоже, смотрите, чтобы вам в ней было комфортно. 30, в зависимости от головы, 30-35 см. Вот такие вот мерки. Провязываем капюшон, снимаем бросовую нить. Если вы сразу начинаете вязание с подгиба, вам просто не нужно будет никакую обработку применять для края капюшона. Вот так. Берем подгиб и надеваем на иглы. Таким образом отделка уже готова. И смотрите, как вы начинали. Я начинаю просто с обвива, у меня машина позволяет. Если у вас машина не позволяет начать с обвива, значит начинаете с бросовой нити и надеваете открытые петли. То есть простенький подгиб. Оформляем его и дальше провязываем по количеству рядов, которые вы посчитали по своей петельной пробе. Провязали капюшон, сняли на бросовую нить. Получилась вот такая конструкция. И нам остается ее. Пикетли ватик уже готовой из жилетки. Провязываем. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...